К вторым компонентам спутника ВИ я привилась еще в конце мая. Тогда эта идея была не особенно популярна, поэтому в очередях мне сидеть не пришлось. Но сегодня наблюдается вновь высокий рост заболеваемости COVID-19. И мы отправились в поликлинику, чтобы узнать, как сейчас продвигается прививочная кампания. В холле амбулатории небольшая очередь, жители в масках. В среднем местный прививочный пункт сегодня принимает по 20 человек в день. Сюда идут за вакциной от гриппа и от COVID-19. Люди, которые переболели, сейчас активно стали прививаться уже именно после заболевания самим. Есть те, кто приходят уже на повторную прививку. То есть они могут выбрать любую из прививок, которая сейчас существует, и записаться. И сегодня так поступает немало людей. Привиться повторно решил, к примеру, Алексей Пронин. Первый раз мужчина получил прививку спутником ВИ весной. Сейчас, проверив количество антител, Алексей записался в поликлинику. Интересно, что вакцинироваться он вновь решил двукомпонентной вакциной. Я решил делать спутник ВИ полноценный, потому что на первую дозу, в первый раз, когда я вакцинировался, у меня реакции практически никакой не было. То, что я сказал, небольшое повышение какой-то температуры, я почти не заметил ничего. Но есть и те, кто делает первую прививку только сейчас. Рамил Зикеев признался, что долго откладывал поход на вакцинацию. Хотя среди его знакомых есть те, кто давно получил прививку. Спустя 21 день мужчину ждет второй компонент. Удобно. Ну, в принципе, все устраивает. Все хорошо. Некоторые, правда, жалуются на большие очереди в прививочный пункт. Однако такая ситуация, естественно, считают медики. Ведь осмотр перед прививкой занимает какое-то время. Каждого нужно индивидуально посмотреть, с каждым нужно индивидуально поработать. Так как ответственность за каждого пациента, допущенная до прививки, внесет тот медик, который его допускает до нее. Соответственно, чтобы не упустить никакую сложную ситуацию со здоровьем, нужно хорошенько посмотреть человека. На прошлой неделе в муниципалитете было выявлено 194 новых случаев заражения COVID-19. Это цифра в пять раз меньше той, которая наблюдалась в округе буквально три месяца назад. Снижению заболеваемости сегодня помогают именно жители, которые активно идут на вакцинацию. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.